Здравствуйте! В эфире программа «Правда». Мы продолжаем анализировать ситуацию, сложившуюся в экономике региона, в ответ на претензии некоторых СМИ и представителей политических и общественных движений. В предвыборной полемике мелькают высказывания о глубоком кризисе в социальной, финансовой и культурной сфере. Ежедневный блиц в выпуске нашей программы готовы ответить на все вопросы самой достоверной информации. Итак, правда ли, что культура и образование Новгородской области деградируют, не получая внимания и поддержки правительства? Наши эксперты сегодня Борис Зорин и Александр Ширин. Древнейшая новгородская земля с ее богатой историей и духовными традициями, территория по праву нареченная колыбелью российской государственности, несет в себе колоссальный потенциал для развития и совершенствования самобытной отечественной культуры. Создание условий для сохранения, популяризации и обеспечения широкого доступа к культурным ценностям – задача регионального правительства, которое успешно воплощается. Все наши задуманные мероприятия, которые проводятся в течение последних лет, они сохраняются, они развиваются. И среди них большое внимание уделяется фольклору, развитию народного творчества, ремесел. В 2016 году практически все муниципальные районы нашей области отметили Дни городов и поселков. И на этих мероприятиях были широко представлены произведения мастеров народного творчества, их работы, которые, в общем-то, имеют очень высокий уровень и качество исполнения. Центральным событием 2015 года стало празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также мероприятие по поводу присвоения Старой Руссии звания «Город воинской славы». Тогда же область с размахом отметила тысячелетие нашего знаменитого города-курорта. Всего же за год было проведено более 400 различных культурных мероприятий. Они еще раз показали, сколь богаты и разнообразны исторические традиции Новгородского края. Прошлый год запомнился нам также тем, что президентом Российской Федерации он был объявлен годом литературы. И многообразные культурные события, связанные с этим чтением, с литературой, с книжностью, стали проводиться повсеместно во всех муниципальных районах нашей области. Запоминающимся стало и то, что в конце года, подведя итоги всероссийские, связанные с годом литературы. На территории области ежегодно проводятся международные всероссийские и региональные мероприятия, театральный фестиваль «Царь сказка» и фестиваль народного искусства и ремесел «Садко», международный конкурс юных исполнителей имени Рахманинова и фестиваль камерных спектаклей по произведениям Достоевского. Ежегодно выделяются средства на проведение ремонтных работ в зданиях культурных учреждений. Под особым вниманием правительства – реконструкция городского центра культуры и досуга имени Васильева в Великом Новгороде, возведение новых ДК в муниципальных районах. Идет активное строительство большого культурного центра в городе Боровичи, который станет интересным объектом, который сможет вместить лучший творческий коллектив Боровичи и даст, я думаю, толчок к развитию культуры Боровического муниципального района. Он проводится за счет средств федерального бюджета, средств областного и муниципальных бюджетов. Идет строительство Дома культуры в поселке Федорково Парфинского муниципального района. Тоже очень важный и нужный для нас объект. Немалые средства выделяются и на развитие образования. Прежде всего они направляются на строительство новых школ и детских садов. Каждый год в муниципалитетах появляются новые места в детских дошкольных учреждениях. Это большая программа. Создание дополнительных мест дошкольных учреждений заканчивается. Она была, по крайней мере, последние три года очень активной. За последние пять лет в Новгородской области было создано более пяти тысяч дополнительных мест. Это были и три новых детских садика. А это хвойная, это малая вишера, шимский детский садик. И во многих образовательных организациях были введены ранее используемые или в школах места в детских садах, или уже вообще были перепрофилированы. И вот это возвращение в систему дошкольного образования как раз и позволило создать пять тысяч дополнительных мест. В 2016-м регион планирует реализовать программу по созданию новых учебных мест. Более 1300 из них город получит благодаря новой школе в микрорайоне Ивушки. Современный корпус, где будет предусмотрено все необходимое для качественного учебного процесса. Сегодня он растет прямо на глазах. Сейчас активно идет строительство и фактически до 1 января или до 31 декабря, правильнее сказать, это строительство должно быть завершено и уже объект строительством должен быть завершен. Еще одним подарком теперь уже учащимся из Псковского микрорайона станет переоборудование под школу здания агротехнического техникума. Еще 800 ребят здесь сядут за парты в следующем году. Так правда ли, что культура и образование Новгородской области деградируют? Нет, это неправда.